У нас всегда был план и мы его придерживались, но последние 20 лет что-то пошло не так. Это Вести без Киселева, совместный проект Ирмак Медиа и реальной журналистики. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. С легким паром или как Соловьев оказался в бане? Но не в той бане, где алкоголь, веник и девочки, а в том бане, где не дают возможности обнародования бесполезного потока сознания. Итак, новая сеть Clubhouse на этой неделе прервала соловьиные трели прямо на стадии вдоха. Только российский пропагандист запустил свою комнату для общения, как тут же личный аккаунт журналиста был заблокирован. Вот так господин пропагандист остался заперт в комнате. Видимо грязи. Один на один со своей совестью. Но урок из произошедшего он, похоже, не вынес, потому как тут же накатал твит о том, насколько он могуч, что разгоняет стаи туч. И даже Clubhouse испугался его появления в этой соцсети. Но вот решать вопрос блокировки самостоятельно Соловьев почему-то не решился и пригрозил обидчику обращением в Роскомнадзор, сославшись на отсутствие ценности свободы слова на этой площадке. Роскомнадзор, в свою очередь, пригрозил сети Clubhouse штрафом до 1 миллиона рублей. И тут Clubhouse не выдержал. И повторно заблокировал комнату Соловьева, вызвав визги последнего. Опачки. То есть то, что в России нет свободы слова ни у кого, кроме пропагандистов, это нормально. А то, что какая-то соцсеть ограничила на своих страницах бесполезный, а возможно и опасный контент, так это, извините, и потрогали за живое. А я вам скажу, что после услышанного в программе Соловьева подобным образом должны быть ограничены и все его выходы на люди. Или вы другого мнения? Да и Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. Воевал и воевал доблестно. Слышали, да, этот нашумевший кусок его спича? И этот человек, россиянин, патриот, кстати, имеющий недвижимость в Италии, говорит нам об уважении к ветеранам войны. Той самой, в которой именно гитлеровская Германия массово уничтожала российский народ. Той самой, в которой наши предки смогли победить. И сегодня должны быть достойны и уважения, и почета, как со стороны населения, так и со стороны государства. А что мы видим? Мы видим, как пропагандистская СМИ открыто восхваляет врага, называя его доблестно воевавшим смелым человеком. Мы видим, как доживают свой век, причастный к великой отечественной войне. Кто-то мечтает о новой выгребной яме, кто-то надеется на проведение газа, кому-то не хватает тепла в доме, кому-то ремонта, а кому-то телевизора или чайника. И на эти цели мы собираем деньги смс-ками. Не верите? Зайдите на сайт или в инстаграм проекта «Мечта ветерана», и вы увидите множество лиц, которым Соловьев с экрана телевизора сказал, что Гитлер доблестно воевавший человек. Доблестный. Вы понимаете, что это значит? Загляните в словарь. Это означает «славный, достойный, высокой похвалы». И после этого Соловьев говорит об уважении к ветеранам, а Песков его поддерживает. Оскорблять ветеранов в этой стране, ну, по меньшей мере нельзя. А пенсия в 10 тысяч рублей – это не оскорбление? А штраф в 180 тысяч рублей за высказанную позицию – это не оскорбление? Я сейчас про Петра Зуева, который сегодня объявил сбор средств на оплату своих штрафов в общей сложности, составляющих 330 тысяч рублей. Ах да, он же не участник военных действий. Его, видимо, и оскорблять, и штрафовать можно. Это ж только если Соловьеву рот заткнули, то последует жалоба в Роскомнадзор. А если пенсионер решился на одиночный пикет, то слушать его никто не собирается. Впаяли штраф и скажите спасибо, что не посадили. Да нельзя так с людьми, вы понимаете? Ну, чтобы уж совсем закончить тему Соловьева, я вам скажу, что Клабхаус – это частная закрытая сеть. Ее собственники сами принимают решение, кого пускать в комнату, а кого нет. Ну, то есть это все равно, что пропагандисты сейчас решили вещать бы из вашей квартиры, а против были бы не только вы как собственник, но и ваши соседи. Например, потому что им мешает шум за стенкой. Вот то же самое произошло и с Соловьевым. Пользователи пожаловались, собственник выгнал с площадки. Мне тут подсказывают, что моментальный бан Владимира Соловьева никак не связан с администрацией Клабхаус. Это был организованный рейд двух комнат кланов – Биониклов и Лего-человечков, которые объединились комнатами для уничтожения общего врага. И да, о каком ущемлении свободы слова может идти речь? В вашем распоряжении целый телек. Возвращайтесь в коробочку, там больше благодарной публики. Ну и слово «испугался» из твита Соловьева тоже, как по мне, так тут неуместно. Особенно в интернет-среде, где боязнь, как таковая, уже давно рассматривается через призму анекдота, где никто не хочет вляпаться в кучу, сами понимаете, чего, а куча лежит и думает – ага, бояться. Мечты сбываются, но не у всех мечтателей. А вот этим повезло. Вы только вглядитесь в эти лица – молодые, жизнерадостные, талантливые и очень богатые. Это Сергей Матвиенко – сын одной известной нам дамы, получающей пенсию в размере более 400 тысяч рублей в месяц. А это Александр Борисов, сын вице-премьера Борисова. И вот эти два гениальных лица стали барабанная дробь подрядчиками «Газпрома». Свою строительную компанию «Подвод трубопровод стройного» испеченные олигархи создали три месяца назад. Сайт у компании появился в декабре прошлого года, но сама фирма активно позиционирует себя как надежного и проверенного партнера, бравируя строительными контрактами «Силы Сибири», «Амурского ГПЗ», а также знакомствами с РЖД и «Автодором». Теперь вы знаете, что означает фраза «родиться с золотой ложкой во рту». Это значит «с норковых пеленок» идти по жизни легко и весело. Помнится, несколько лет назад Сережин бизнес зашел в питерскую канализацию, а вышел уже из столичной. Теперь он ремонтирует исключительно жирные заказы. В прошлом году, например, он единственный, кто заявился на аукцион «Водоканала» по капитальному ремонту канализационных сетей и колодцев стоимостью в 720 миллионов рублей. Всего же с 2015 года компания «Сына Матвиенко» получила 180 крупных госзаказов, выручка от которых превысила 1 миллиард 700 тысяч рублей. Ну вы поняли, да, что за «Северный поток» можно не переживать. Теперь он точно в надежных руках, как, собственно, и выделены на него деньги. Так с колен встали, что штаны не удержали. Президент счел возможным реализацию идеи введения продовольственных сертификатов. Ранее лидер ЛДПР предложил оказывать помощь людям с низкими доходами. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно, совершенно подумать над этим можно. Но сеть взорвалась негодованием. 20 лет прорыва и одномоментный откат назад на целых 30 лет. К этому ли мы стремились? Но, друзья, давайте посмотрим на ситуацию максимально объективно. Конечно, я понимаю, что вместо того, чтобы создавать новые рабочие места, Кремль пытается заткнуть дыру в ручном режиме. Что ж, если так, то пусть хотя бы что-то. Но у меня, как всегда, сомнения. А не станет ли сбор документов и доказывание своей нужды новым унизительным квестом для россиян? А не придется ли им стоять в очереди за просроченной сгущенкой и третьесортной тушенкой, которую даже коты не едят? Ну и не превратится ли вся эта затея в избавление от залежавшегося товара? А может и карточку-то будут давать в обмен на вакцинацию? Короче говоря, пока законопроект вызывает больше негатива. Но если его доработают, сделают максимально удобным и безопасным получение этого самого сертификата, не ограничат выборе продуктов, то я, друзья, впервые буду аплодировать стоя. Но все-таки кажется мне, что у этой цели другие задачи. И вы можете считать меня пессимистом, но не для того эта страна нищей становилась, чтобы вдруг ее богато сделали. Где деньги Зиен? Так где-где? В Ленинградской области, рядом с усадьбой сына Миллера. Издание 47 News на этой неделе сообщило о рождении нового, самого большого имения стоимостью примерно 2 миллиарда рублей. По данным Росреестра, право собственности на трехэтажный жилой дом площадью более 4000 квадратных метров было зарегистрировано в конце декабря прошлого года. Строение занимает 11 гектаров земли и делит свою площадь разве что только с хвойным лесом. Согласно выписке из Росреестра, владельцем землей и домом является акционерное общество «Промэнерго», предоставляющее услуги по консультированию. Компания была зарегистрирована в 2019 году и в первый же год своего существования показала годовой оборот в 163 тысячи рублей, а убыток в 208 тысяч рублей. Ну вы поняли, да, что найти истинного владельца скорее всего и не получится, а с учетом обнародования дворца в Геленджике, собственник роскоши и вовсе притвориться мертвым. Ну или иностранным. В частности, многие СМИ упоминают имя Содикова Мурадилы Омонбой Угли. Существует ли он на самом деле, неизвестно, но жизнь у мужика явно удалась. Вот такая вот она, наша Россия. У кого-то помидоры в теплице не растут, а у кого-то дворцы, как грибы после дождичка в четверг. Но, к счастью, деньги еще никого не сделали бессмертным. Помните об этом, складывая к себе в карман очередную премию размером с целый жилой квартал на окраине? Ну а у меня на этом все. Я напоминаю, что продолжение этого выпуска новостей вы сможете увидеть только на канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании. Увидимся в эфире. Всех люблю. Пока-пока.